Первый зимний тест Конку. Катали летом, тестировали, сравнивали с моделькой СМАКСа. У нас уже выпал первый снежок. Давайте посмотрим, как будет справляться с легким снежком, с поверхностью неровной. Катаем на базовом 2С аккумуляторе. На улице у нас около минус 10 утра, морозненько, ветерок. Соответственно, посмотрим, сломается ли. С такой скоростью, чтобы сломать, надо прям целенаправленно бить и бить. Тут трава. Полный газ. Скорость без границ. Подпрыгиваем. Бум-бум-бум. Дубль номер 2. Проблема Конку, у него реально с выворотом прям проблематичная. Колесики вроде большие, но поворачивает он, конечно, очень плохо. Ну, в большую горку, без проблем заезжает. Опять же, видите, снега не так много. Буквально выпал. Конечно, если было бы чуть больше снега, то были бы большие проблемы. Вот, кстати говоря, вот смотрите. Хотя, вообще без проблем. Взял с собой еще 3С аккумулятор. Данная система особо его не поддерживает. Там коллекторный движок вообще кому-то спасибо вам не скажет. Пока у нас проблемы больше не со снегом, а с травой. Ну-ка, мини-трамплинчик какой-нибудь найдем. Угол поворота гигантский. Бам-бам-бам. Реально, вот смотрите, максималочка, впрестка вправо. Скорости мало, перевернуться так вот на скорости нельзя. Но вот угол поворота достаточно большой. То есть на максималке ехать по прямой. Трава. Преодолеваем подъемы, горки. Ну, конечно, дело, что с такой скоростью особо там попрыгать у нас не получится. Ну, вот по снежку с выворотом прям вообще ощущаются проблемы. То есть если вот такой ровный относительно поверхности, то есть газонули, чуть-чуть сбавили, опять же ускорились, угол поворота небольшой. Но если поверхность немножко заснеженная, то есть я жму вот вправо, а он не может довернуть колеса нормально и по факту едет практически прямо. Ну, как бы тоже минус, нюанс. С выворотом реально вот этой машинке прям проблемы. Ну, зато вот по динамике, смотрите какая. Гребет, колесики широкие, едет в целом достаточно прямо, устойчиво. Закопаться при легком снеге маловероятно. Управляет в целом неплохо. Так, мне кажется, в таком автомобиле нужно все-таки трамплинчики немножко другого уровня. Ну, опять же, это не трамплин, а просто получается горочка. Заехали, съехали. А, вот, вот, трава вот проблематичная. Колесики большие, провернуть не может. А, он, говорит, закопался почти. Ну, смотрите, закопался. То есть диагональка. Ну, за траву цепляется немножко, утопается в снежке и все. Вот, неровности затрутят на полном газу. Жму вообще всегда 100%. 100% вперед, 100% назад. Бум. Выбираемся. Ну, чуть на скох и залетели. О, выбрался. Так, ну, давайте еще трес поставим. Посмотрим, какая будет разница. Единственное, проговорю, на данной машинке нельзя трес. Ну, почему бы нет? Как хочется тогда. Можно и поставить. Колесо, трес. Поедешь? Не поедешь вообще, по-моему, вырубилось. Эта оконка у нас немножко преобразилась. Аккумулятор чуть-чуть побольше. Но зато трес. Сейчас, как бы, центр тяжести у нас должен сместиться. Так, по динамике смотрим разницу. Ну, вроде бы, едет, конечно, чуть быстрее. Хотя, не скажу, что разница прямо фееричная. Вообще, я с собой взял трес аккумулятор меньше. По размеру, который четко входит в батарейный отсек. И туда его поставил. И аккумулятор полностью заряжен. Я даже сейчас это проверил, что все окей. Но машинка трогается и сразу останавливается. И тут, соответственно, есть два с половиной варианта. Первый вариант, то, что на том аккумуляторе тока отдача 45С. А вот на этом всего 35С. Разница незначительная. Но на этом аккумуляторе, видите, прекрасно едет. Еще есть вариант, конечно, что проблема была в переходнике. Что этот аккумулятор шел именно с разъемом XT60. И был через переходник на теплак. Возможно, из-за этого влакать потери. И он, как раз, сразу вырубался. Хотя, наверное, маловероятно, что тот разъем и переходничок я уже, как бы, тоже пробовал на разных машинках. Вроде проблем не было. Ох, как он может. Или уж совсем, наверное, более вероятный момент. То, что электроника-то у нас здесь вообще не влагозащищенная. Ну как, она как бы имеется, влагозащита указана. Но она либо, даже если она есть, она здесь крайне посредственная. А скорее, ее здесь особо и нет. И поэтому, когда я уже пошел обратно к машине, она постояла, пока я там пробовал, тыкал, переключал, проверял. Она подсохла. Плюс я ее там, прям, снежка почистил хорошенько. И, возможно, она заработала. А может быть, и все вообще все вместе. И немножко влага, и, как бы, аккумулятор чуть выше цешка, и плюс переходник. И из-за этого, как бы, она у нас так реагировала. Ну и, прям, еще раз говорю, что 3С аккумулятор данной машинки не рекомендуется. Потому что 390 двигатель, он, как бы, в принципе, перегревается, выросл. Здесь крайне простенькая плата, которая тоже, сами понимаете, ну, не очень-то любит таких нагрузок. Плюс, сейчас видите, еще снежок. Плюс, аккумулятор сейчас чуть-чуть потяжелел у нас здесь. За счет, ну, вес аккумулятора прибавился. Здесь автомобилька тяжеловато. Кстати, назад она вообще перестала ехать. Смотрите, вот назад жму. То есть, вообще, очень плохо назад едет. Возможно, как бы, регулятор ругается на то, что я на него напихал этих мощей. Ну, едет, конечно, поинтереснее. Гребет, определенно, тоже. Центр тяжести изменился. Прямо по ощущениям видно, что машина, конечно, немножко так более склонна к стал каким-то таким перевалам, завалам. Ну, едет интереснее. Ну, точно не рекомендую так делать. Потому что, по сути говоря, сейчас мы машинку прям подубиваем. Ну, и, будем честны, наверное, скорость не так, что прям сильно прибавилась. Видно, что едет побыстрее, пошустрее. Управляемость не сильно ухудшилась с точки зрения вот этих поворотов. Потому что выворот, повторюсь, плохой. И она там не склонна к каким-то боковым перевалам. Даже вот этот повышенный центр тяжести не сильно там ее переваливает. Да, на кочечках она, получается, скачивает, закидывает назад сильнее. Но вот так вот в бок резко повернуть. В принципе, едет нормально. Ну, забавный автомобиль. Напомню, бюджетка. Минусы, там, в сравнении с теми, что там, ремахобби, то, что я уже рассказывал, запчастей. Надо еще и поискать. На Алишко, там, какие-нибудь Бенгуды. Мониторить, искать, ждать. Что ж, даже с тресом. И вот то, что мы там несколько раз врезались хорошенько, в принципе, сломать автомобиль на такой скорости надо постараться. Вот смотрите, бам! И точно поехали дальше. Вот я снимал на канале, можно посмотреть, видео, где там 3D-опечатанная подвеска на X-Maxx. И в мороз вот так бился, и она что-нибудь прям ломала. А тут, ну, скорость поменьше, удары слабее. Соответственно, и вероятность сломать, она, конечно же, ниже. Вот такой вот получился зимний тест конку. Может быть, еще покатаю зимой, когда снежка побольше будет. Не знаю, посмотрим. Машинка забавная, но, возможно, скажем так, неоднозначная. Так, ну, видимо, с тестом мы точно заканчиваем, потому что уже пошел дымочек. Видимо, двигатель сильно перегревается, хотя я сейчас его трогаю, он более-менее нормальный. Ну, снегом закидывает, плюс на улице холодно. Ну, либо там с регулятором уже дымочек пошел. В общем, не рекомендую точно 3С. В целом, вот такие результаты показывает машинка у нас по заснеженной поверхности. Напомню, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Это плюс для продвижения канала и, непосредственно, видео. Если более оно понравилось. Ну, и, в принципе, все. Всем пока. До следующего видео.